Бродслав, Польша, а я из России, город Тверь. А Бродслав, Польша это же бывший Бреслау, да, по-моему? Да, правильно говорите. Да, красивый город был там. Очень красивый, очень красивый, да. А сами откуда? Крым, Симферополь. Давно там во Бродславе уже? 15 лет. Ну, давно уже, да. Уже, наверное, польское гражданство получили? Конечно. Ну, нормально. А чем общаетесь? А вы на вообще нет? Не, не о стриме. Ну, потому что сразу, если на стриме, то предупреждайте. Я бы вас предупредил. Ну, не каждый предупреждает. Я вас предупреждать не буду, потому что я не на стриме. Я понял, это хорошо. Общаюсь вообще обо всем, абсолютно. Я понял. Какую позицию занимаете про украинскую, пророссийскую, нейтральную? Ну, если у меня есть военный билет в Польшу, то как вы думаете, какой? Ну, я не знаю. Как истинный поляк пророссийскую должны? Нет. Нет. Или вы как поляк простили волынскую резню? Уже простилось все. Простилось. Ну, понятно. А я думал, вот эти вот волынская резня, погромы 30 июня 41 года во Львове резню. Ну, поляки тоже не могут, например, то же самое вопросить, что было по поводу нападения, разделения Польши, да? То есть во Вторую мировую войну, конечно. А скажите мне, пожалуйста, вы как поляк, который знает историю и географию? Я не поляк. Я не поляк. У меня гражданство польское. Понятно. Ну, как вы как? Скажите, сколько земель после насыпали Польшу после Второй мировой войны? Не совсем понял вопросов. Ну, вы помните географию Польши, которая была до Второй мировой войны и как Польша приросла территориями после Второй мировой войны? Хорошо. А что дали? Гданск дали, да? А в Ростове это чей город был? Немецкий. Ощецын. Тоже немецкий. Цвиноусте. Ну, это рядышком, заходим по морское воеводство. Согласитесь, сколько вам земель насыпали. Так что грех жаловаться на Сталина. Да никто же не жалуется вообще ни на кого. Вы меня спросили о моей позиции, я вам просто ответил, и все. Я просто тоже пояснил, что не все так плохо. Надо помнить и хорошее, и плохое. Понимаете? Я думаю, что как бы то, что сделала Россия... Хорошо. А можно, пожалуйста, вопрос тоже? Да, конечно. Кёнигсберг, да? Да. Ну, чей это город? Это немецкий бывший город. Ну, ну, как бы сказать, тоже, да? Да, что это немецкий город, да? Россия получила его как репарации от Германии, как по праву победителя. Правильно? Ну, да. Согласен. Но Польша не была победителем, а получила точно так же землю. А можно, пожалуйста, вопрос тоже такой, да, как бы сказать, без стеба? Без стеба, да? Давайте. А почему сейчас, когда вот проходит сейчас в анантеторию Украины, да, почему, когда блокируют Балтика, вся Балтия, точнее, я извиняюсь, блокируют въезд на территорию Калининграда, то это плохо? А почему должны давать въезд? Вы знаете, в чем дело? Не Балтия, а Литва. И она уже отменила. Ей уже объяснили, что это плохо нарушать международные договора. Понимаете, в чем? Был договор о том, что беспрепятственно осуществляется транзит через территорию Литвы. И нарушать договора это нехорошо. И Литва отменила уже это. И сейчас транзит в Калининградскую область идет, как и прежде. Пошел, да, уже? Да. Договора нарушать нехорошо. Тут разговор не идет о том, что хорошо или плохо это. Разговор идет о том, что ты подписал договоренности. Хорошо, а можно вопрос? А почему вы полезли вообще в Украину вообще? Что произошло, честно? Очень элементарно. Смотрите. 8 лет. Это уже набивший все мыслы. У вас карты с собой есть, да? Как у Лукашенко? Какие карты? Ну, я сейчас покажу вам про превентивные удары и все остальное. Какие превентивные удары? Ну, как Лукашенко рассказывал, что Украина готовила нападение на территорию Беларуси и России. Ну, вы задали мне вопросы, потом начали про Лукашенко рассказывать. По поводу Донбасса, я только что общался с человеком из Дружковки, да, то есть из Донецкой области. Ну и что он сказал? Он мне что сказал? Мы ждем, пока нас освободят украинцы. Да. А я вот перед вами час назад общался с женщиной из Луганской. Она говорит, я жду, когда закончится обстрел с украинской стороны, чтобы мы полностью присоединились к России, чтобы мы жили так же, как в России, чтобы и пенсии были такие, и экономика была такая же, как в России. Понимаете? Ну, я понимаю. Понимаю, только тоже смотрел от красивого такого героя, да, Монтеролу. Ну, вы в курсе, походу, нет? Да, ну и что такое? Да, когда он обстреливал свои позиции, это видео гуляет везде в интернете. Вот мне сегодня, мне его сегодня опять же показывали, когда он говорит, просыпайтесь. Просыпайтесь. Будил своих бойцов, совершенно верно. Да, с гранатомета стрелял. С гранатомета стрелял, ну и что? Да, потом, когда он обстреливал дальше с гранатомета тоже, и ему по рации рассказывают того, что идет просто обстрел над нами. И он смеется. Он смеется, ну и что? Вы знаете, это как бы человек так шутил, никто от этого не пострадал, он побудил так своих бойцов. Понимаете? Вы издеваетесь? Смотрите, вы сейчас будете сидеть в квартире. Вам кто-то бахнет в окно, да? И да, так пошутил, но что разбудил. Почему в окно? Он стрелял вдоль казармы. Куда ты убежал? Вот же какой жучара, а? Не хочет отвечать. Видимо, просто хотел зарядить пить сигареты и не захотел со мной разговаривать. Поляк. Сучонок. Хотел сейчас его немножко попотрошить. Ну, неудобные вопросы мои были. Он решил, что не стоит продолжать со мной. Но я бы тоже не стал продолжать с таким наглым, как я. Ну, если б я в фавородстве жил и имел военный билет в польский. Субтитры создавал DimaTorzok